Этот сезон для спортивной сборной Хакасии выдался урожайным. Отличные результаты сразу в нескольких разных видах спорта. Первый успех – серебро чемпионата России по жиму лёжа. Очередная победа уже известной спортсменке Даниэлы Колесник. Первенство проходило в Нижнем Тагиле. Это первое выступление для 16-летней Даниэлы во взрослом спорте. Это вообще разные соревнования. Как бы мои маленькие соревнования и Кубок России. Очень большая разница между соревнованиями. То есть тут с тобой женщины выступают, а там маленькие девочки. Последний подход был адский. Просто в меня не поверил никто, поверил тренер. И было круто. Даниэла Колесник занимается пауэрлифтингом с 10 лет. Юниоркой она объехала уже полмира. Выступала в Венгрии, Дании, Литве, США, Чехии, Швеции. Даниэла Забоевала титул вице-чемпионки. Установила новый рекорд России в своём весе. При собственных 57 килограммах взяла 142,5. Уступив опытной победительнице 29-летней кемеровчанке Оксане Починкиной. Мастеру спорта международного класса всего 2,5 килограмма. Это серебро, равное золоту. Она готова быть первой. И её слова после того, как она сделала последнюю попытку и стала второй, её слова были «Радуйтесь в последний год». Кубок победителя чемпионата России среди пары спортсменов привезла из Санкт-Петербурга сборная Хакасии по настольному теннису. На турнире, который носит название «Кубок Петра I», наша сборная стала победителем в общекомандном зачёте, сдвинув на одну ступень сильнейшую в России команду из Москвы. Третьими и четвёртыми стали сборные Рязани и Челябинска. Тоже первые претенденты на золото. Перед командными соревнованиями нам уже с других регионов подходили и уже боялись и говорили, ну тут уже бесспорно, что играть с Хакасией. Они уже такие готовые. Я говорю, мы вас психологически уже выиграли. Двое наших теннисистов добились и личных побед. Новосибирец Григорий Исаков, который выступает за Хакасию, Александр Соколов, стали первыми в личном зачёте. Без поддержки министерства спорта, то есть мы бы не поимели сегодняшних результатов. Спорт – это действительно путёвка для некоторых людей в жизнь. Ещё два победных выступления. Дмитрий Виженко стал чемпионом мира по универсальному бою и в Ирландии. На чемпионате мира по кикбоксингу, где выступали 250 бойцов, из 50 стран золото завоевал Максим Прокофьев. Сегодня министр спорта поблагодарил спортсменов за результаты. Мужайтесь, боритесь, дерзайте, страдайте, но добивайтесь высоких спортивных результатов. Это уже я вам говорю не как министр, а говорю как тренер, который в жизни многое прошёл и готовил спортсменов и вашего класса. Огромное вам спасибо. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.